И самое главное во Франции, главный плюс, это какой бы беспредел с тобой не произошел, у тебя есть возможность опротестовать эти действия в суде. И этот суд реально независим ни от какой исполнительной власти. Вот это как бы большой плюс этой страны. Можешь сказать пару слов, что может грозить в Чечне и в России, в частности, тем, кто смотрит тебя и поддерживает тебя? К нему подъезжают три машины, забирают его в Хоси-Юрт, ныне Ахмат-Юрт, в родовое село Кадырово, и начинают жестко его оскорблять, прессовать, спрашивать его обо мне. Знает ли он что-нибудь обо мне? Мол, ты же из Швеции, ты должен знать, он же у вас там в Швеции живет, где он живет, с кем он там контактирует. Это к тому, что, да, что бывает с людьми, которые меня смотрят или... Ну, ассаламу алейкум, Тумсо, скажи, пожалуйста, где лучше жить? Ты в свое время хвалил Грузию и Польшу, однако эти страны не предоставили тебе убежища. А как насчет Швеции? Где тебе из этих стран комфортнее? Алейкум ассалам. То, что мне где-то не предоставили убежища, это не говорит о том, что в этих странах плохо жить. Я... у меня очень хорошее мнение о Грузии, и я считаю, что на Кавказе это такой оазис свободы сейчас. Это реально... ну, там реально очень, как бы, комфортно и свободно дышится в этой стране, поэтому я бы рекомендовал любому жить в Грузии, и сам бы я там тоже с удовольствием жил. Если бы не некоторые моменты, конечно, в плане моей безопасности. Дело в том, что в Грузии, конечно, им гораздо проще совершить какое-либо преступление, чем, допустим, в европейской стране. Хотя и в европейской стране, как вы видите, они делают это не особо тяжело. Томсо, ты идеализируешь Грузию, как я раньше. Ты идеализируешь Грузию, как я раньше. Отдохнуть одно, но жить и работать там пока очень сложно. Очень много недоработок в законах в плане работы. Они сами бегут оттуда в Европу, США или Москву. Категорически с тобой не соглашусь. Да, конечно, они все пытаются уехать в более благополучные, с экономической точки зрения страны, но это не говорит о том, что там плохо, что там законы плохие. С Польшей люди тоже едут работать в Швецию, в Норвегию, в Данию и в Германию, там и другие страны Западной Европы. Почему? Потому что там более высокая экономика, выше зарплаты. Это, ну, за это мы не можем людей как бы винить. Вы понимаете, что человек, допустим, получающий зарплату в Европе, он будет очень комфортно жить в России, потому что цены гораздо ниже, а у него зарплата высокая. Он получает зарплату так, как если бы он жил в Германии. И этой зарплаты ему хватило бы для того, чтобы прожить в Германии месяц. А зарплату, на которую он проживет в Германии месяц, с ценами, которые есть в Германии, он на эти деньги проживет в России минимум два месяца, а то и три. Понимаете? Точно так же и в Грузии. В Грузии, конечно, ниже зарплаты, потому что экономика, она гораздо ниже. Там низкие зарплаты, там люди живут очень бедно, там есть очень бедные люди, прям вообще крайне бедные. Но система государственная в Грузии, она очень хорошо работает, гораздо, кстати, лучше, чем в европейских странах. В любой из европейских стран, где я сталкивался с государственной машиной, побеждает грузинская государственная машина. Здесь вообще нет никаких сомнений, потому что там все реально сделано для людей. Людьми и для людей. Очень много есть недоработок в европейских этих системах. Допустим, возьмем Польшу. В Польше управление по делам иностранцев есть только в Варшаве. Все, только в Варшаве есть вот этот один офис. И плевать, где ты живешь. Ты можешь жить где-нибудь в другом каком-нибудь конце Польши, скажем, ты живешь где-нибудь на западе, на границе с Германией, или наоборот где-нибудь на севере, на юге, на востоке. Где бы ты ни жил, ты можешь жить в сотнях километров от Варшавы. У тебя может быть... А ты можешь быть, допустим, одинокой матерью, у которой, скажем, несколько детей. Эти дети у нее, допустим, у нее в школе. И вот вы представляете, ей нужно какой-то там документ получить. Она должна ехать туда, в Варшаву. В ее городе или хотя бы в ее районе нет ни одного управления по делам иностранцев. Разумеется, детей нужно забирать там из школы или откуда-то там. В общем, ей нужно выделить на это целый день. А то и может быть два дня, потому что она может приехать туда, очередь до нее не дойдет, ей нужно будет перенести это на следующий день. Вы понимаете, как бы это недоработка очень серьезная. В этом плане в Грузии все на высоте. Я был беженцем в Грузии. Я мог в любой дом юстиции, в своем городе, в любом районе, просто случайно, например, оказался в другом конце Грузии, отдыхал, допустим, в Батуми. Я мог прям там пойти, в дом юстиции, и на месте решить все свои проблемы. Мне не нужно было для этого ехать в Тбилиси. Это один из примеров. А так в Грузии очень в этом плане все сделано для людей. И это прям реально круто. То же самое и в Швеции. Есть очень много таких недоработок в плане этого сервиса для беженцев. В общем, я здесь с тобой не соглашусь. В плане законов, да, наверное, я, конечно, не знаком с законами Грузии. Что-то, наверное, меняют, дорабатывают. Но это нормальный процесс. Это делается везде. Это тоже нельзя отнести к минусам страны. А деньги, как я говорю, да, конечно, это страна бедная. И ей нужно время, чтобы развиться. Гном. Полиция Грузии, высокий уровень сервиса. Да, полиция Грузии – это высокий уровень сервиса. Это прям респект полиции Грузии. Полиции Грузии, я только там и сталкивался с этой темой, когда полицейский сидит, допустим, стоит маршина патрульная, двое полицейских, и ты идешь мимо. И им как бы, ну, они видят по твоему внешнему виду, что ты мусульманин. И понятно, что им как-то, ты им интересен. И вот ты боковым своим, вот этим фоновым зрением, ты видишь, что он на тебя смотрит, этот полицейский. И ты поворачиваешься на него, и в этот момент он уводит свой взгляд. Это единственная страна в этом мире, да, из тех, которые я посещал. Я не так много, конечно, стран посещал. Но это единственная страна в мире, где полицейский отводит взгляд, чтобы ты не подумал, что он как-то заинтересовался тобой, чтобы тебя не смутить. Это действительно высокий уровень сервиса. Нигде такого, ты попробуй здесь где-нибудь, посмотри в глаза полицейскому. Наоборот, полицейский воспримет это как причина для того, чтобы поинтересоваться. Что ж ты пялишься? Как минимум, он от тебя взгляд не уведет. А в Грузии он раз и от тебя уводит взгляд. И это о многом говорит. Во Франции весь юг во власти дебоширов и бандитов, и полиция боится их. Коррупция больше, чем в РФ. Ну, конечно, перебарщивать тоже не будем. Коррупция во Франции не больше, чем в РФ. И самое главное, во Франции главный плюс, это какой бы беспредел с тобой не произошел, у тебя есть возможность... опротестовать эти действия в суде. И этот суд реально независим ни от какой исполнительной власти. Вот это как бы большой плюс этой страны. Ты можешь очень серьезно пострадать от полиции, потом ты можешь прийти с этой проблемой в суд, и суд станет на твою сторону и вынесет решение в пользу тебя. Это то, что невозможно в Польше. В Польше суд никогда не станет на твою сторону. Если у тебя какая-то проблема с властью, я еще раз повторяю, в Польше никогда ни суд, ни один из государственных органов власти не станет на твою сторону. Во Франции, и в Швеции, и в Норвегии у тебя есть эта возможность. Потому что суды, они действительно независимы. Томсо, во Франции менты, кого надо, не могут задержать. О каких рейдах ты говоришь, бро? Я говорю о тех рейдах, бро, которые, если ты живешь во Франции, ты очень часто видишь. Когда едешь по автобану, и вот у этого места, где плату берут за платную дорогу, кстати, во Франции дороги страшно дорогие, они платные, и вот там, где берут у вас деньги на этом турникете, или при въезде, или при выезде, стоят полицейские, которые тебя просто жестким образом задерживают. Они не просто тебя проверяют, они тебя задерживают сначала, а потом только они ищут причину тебя отпустить. Это вообще очень такая странная практика. Я думаю, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Во Франции ты можешь просто идти в каком-нибудь вокзале, и к тебе просто подойдут либо легионеры, либо их полицейские, и просто так проверят твои документы, потому что им показалось, что нужно их у тебя проверить. Такого никогда не будет в Польше, или в Швеции. Ну, какие-то единичные, может, есть там случаи, но это очень редко. Почему ты не осуждаешь американцев и обсуждаешь евреев? А-а-а, конечно, твоя кормушка закроется, ведь они же тебя финансируют. Ну, конечно. Конечно, а что ты думал? Я, кстати говоря, что-то вот за последний месяц не получил зарплату из Госдепартамента. Мне кажется, они мной недовольны. Надо немножко добавить оборотов. Посильнее покритиковать нужно. В интересах Америки вас. Чтобы мне все-таки выплатили мой гонорар. Саламу алейкум, Тумсо. Можешь сказать пару слов, что может грозить в Чечне и в России, в частности, тем, кто смотрит тебя и поддерживает тебя? Шведское иммиграционное агентство не считает это основанием угрозы. Кстати говоря, очень интересная история. Вчера мне стало об этом известно. Оказывается, есть какой-то человек из Швеции, гражданин из Швеции, и чеченец. Говорят, уже взрослый мужчина от 40 до 50 лет. Взрослый человек очень долгое время проживает на территории Швеции, является гражданином этой страны. Поехал домой, видимо, посетить там своих родственников. Поехал на своем личном автомобиле на шведских номерах. И вот вы представляете, он, говорят, парковался вечером у своего дома, к нему подъезжают три машины, забирают его в Хоси-Юрт, ныне Ахмат-Юрт, в родовое село Кадырово, и начинают жестко его оскорблять, прессовать, спрашивать его обо мне. Знает ли он что-нибудь обо мне, мол? Ты же из Швеции, ты должен знать, а он же у вас там в Швеции живет, где он живет, с кем он там контактирует, с кем он дружит, где он бывает. Представляете, ему начали задавать эти вопросы, тот, говорят, в шоке, он взрослый мужчина, он в шоке просто. Они вообще интересно понятия имеют о масштабах Швеции, насколько это огромная страна, что, в принципе, если ты из Швеции, ты не можешь знать здесь каждого и знать, где он бывает, с кем он дружит. Вот на этого человека прессанули, обматерили и после этого отпустили. А он сейчас, говорят, бедный боится выезжать на своем автомобиле. Это к тому, что, да, что бывает с людьми, которые меня смотрят или поддерживают. Человек меня не смотрит, не поддерживает и вообще знать меня не знает, и я не знаю, кто это такой. Мне об этом поведали мои друзья, которые просто через кого-то, кого-то узнали эту историю. Он наверняка поделился этим со своими какими-то родными, близкими, те там с другими. И вот так эта история дошла до меня. Этот человек вообще никак ко мне не причастен. И вы представляете, просто из-за того, что у него шведские номера на машине, его забирают и начинают искать его связь со мной. А что можно говорить о человеке, который смотрит меня и тем более еще и поддерживает меня? Да его могут убить, назвать его шайтаном и убить. Это, наверное, минимальное, что с ним сделают. А так еще запытают, отправят на долгие годы. По поводу видео о жене Анзора, что она якобы не дала сестре Анзора попрощаться с братом. Грустная ложь, гнусная, я бы даже сказал. Думаю, тут всем понятно, что их заставили оговаривать жену Анзора. Да, конечно, здесь, я думаю, для здравомыслящих людей нет вообще никаких сомнений по поводу этого видео. Все понимают, как и по указке, кого она сделана. А для тех, кто будет говорить, о, вот, вот, видите, как там на самом деле, да мы же понимаем, кто эти люди, с ними и спорить нет абсолютно никакого смысла. Кадыров, сколько бы сахара ты не добавил в океан, он все равно будет соленым. Также и насильно любить не заставишь. Люди показали свою любовь, как тебе, спустив путь Ахмата в унитаз. Мы не семья Караа. Субтитры сделал DimaTorzok